Друзья мои, всем привет, всем здравствуйте. Я рада вас всех видеть, как всегда, на моем канале. Наконец-то у нас сегодня будет с вами праздничная распаковка. Будем с вами распаковывать аромат, который лежал в неделю и ждал своего дня. Наконец, вот он настал. Сегодня 26 декабря, у меня день рождения. И на самом деле, по сути, мне особо сегодня нечем заняться, потому что я четвертый день на больничном, я совсем разболелась. И для меня просто за радость и удовольствие сесть и записать вам ролик. Еще сегодня утром заметила, что число моих подписчиков на канале перевалило за цифрю 26 тысяч. Вот такое интересное совпадение получилось. 26 декабря, 26 тысяч подписчиков. Как видите, у меня наконец-то появилась в кадре елка, но не появилось, если честно, пока новогоднее настроение, потому что все омрачает моя болезнь. Ну, раз вот так получилось, что в свой день рождения я болею, значит, оно так надо. Но я стараюсь не унывать, я всячески поднимаю себе настроение. Мне сегодня приехал заказ моей одежды «Курьер». Мне привез заказ из интернет-магазина, вот как раз-таки мой новый джинсовый топ, который мне показался очень интересным, классным, и я давно хотела комбинировать вот такие сочетания джинсовой топы и рубашки. Поэтому, если кому будет интересно, я оставлю ссылку на топ, где я заказываю. Вы очень часто меня спрашиваете, где я заказываю ту или иную одежду. Это бренд одежды «Татика». И ссылку я тоже оставлю в описании под видео. По-моему, на сайте они еще есть. Но вы сами понимаете, что каждый раз, когда вы мне пишете, а где вы покупали то, где вы покупали это, если я это покупала не так давно, то я, конечно же, всегда даю ссылку и говорю, где я это покупала. Ну, и, собственно говоря, это относится к тем вещам, которые я покупала давно. Но, как правило, то, что я покупала год или два назад, это либо уже не найдешь, либо это уже все распродано. А тут, поскольку все свеженькое для тех, кому будет интересно, потому что я уверена, что будут такие вопросы, я оставлю для вас ссылку в описании под видео. Не знаю, выйдут ли на канале еще видео до Нового года после этого ролика. Если я окончательно не разболеюсь, ничего не могу сказать, то, конечно же, будет еще один ролик. А следующий уже, наверное, будет в Новом году. Напоминаю вам также, что у меня есть канал в Телеграме. Также у меня есть Инстаграм, в который я вернулась. Поэтому, кому интересно, можете подписываться и на Телеграм, и на Инстаграм. В Телеграме, конечно же, больше парфюмерия. Тренировки я там выкладываю, делюсь каким-то советами по питанию, что-то мое личное. Инстаграм, я уже говорила, что это будет больше личный блог, и там не будет парфюмерии. Вот, ссылки на свои соцсети я тоже оставлю в описании под этим видео. И я их буду дублировать в закрепленном комментарии. Вот знаете, к какому самому главному выводу я пришла? Да, обычно все люди там свой день рождения в конце года подводят какие-то итоги. Я тоже хотела так сделать, но... Но я перехотела как-то очень сильно углубляться, философствовать, рассуждать на эту тему. Нет. Конечно же, самое главное – это здоровье. Без него никуда, без него ничего не получится. Потому что, когда человек здоров, активен, бодр, то он и находится в ресурсе. Что я хотела сказать, да? Самое главное – это жить ту жизнь, от которой ты кайфуешь, и которая нравится тебе, не окружающим тебя людям, не так, как тебе кто-то советует, кто-то хочет тебя переделать, а именно самому тебе и делать в этой жизни только так, как нравится тебе, и равняться в первую очередь на свои желания. Потому что, когда я заводила свой YouTube-канал, вы просто не представляете, сколько было людей, знакомых, которые пытались меня как-то осудить, выразить свое мнение, ну, сказать мне, да, свое мнение, что да кому это надо. Это парфюмерия, да зачем оно тебе надо? Ну, вы просто не представляете, как я горела этим, как мне этого хотелось, сколько мне удовольствия приносит мой канал, это моя душина, как я обожаю парфюмерию. И я убедилась в этом сама, что когда ты делаешь то, что тебе нравится, когда ты горишь, и ты заражаешь тем, что тебе нравится, то и люди к тебе притягиваются, у тебя есть отдача. Я в этом убедилась, когда я начала видеть, как достаточно быстро и стремительно развивается мой канал. То же самое, в принципе, могу сказать и про телеграм-канал. Поэтому самое главное, да, равняться на свои желания, чтобы мы получали удовольствие от той жизни, к которой мы живем, чтобы у нас не было таких мыслей, что как-то что-то не так. Ну вот, блин, по-другому было бы лучше. Понятное дело, что мы можем когда-то возвращаться к своим мыслям, почему я не сделала раньше так. Но я не люблю фразу «все, что не делается, все к лучшему» вообще не люблю. Я люблю эту фразу, что все, что происходит, происходит не случайно. Я считаю вообще не случайным, что я решила завести свой YouTube-канал, и сколько мне сегодня уже теплых слов написали мои подписчики, что как здорово, как классно, что вы завели свой YouTube-канал, что мы вас узнали. Вот, и поэтому всем моим зрителям, зрительницам, подписчикам, подписчикам, кто уже меня поздравил в Telegram-канале, мои слова, благодарности, огромное спасибо, мне правда очень приятно. Я все вижу, я все читаю, конечно же, я каждому отвечу. Ну и теперь мы с вами распакуем мой новый аромат, мою самую главную хотелку, наверное, сайта в год. Для постоянных зрителей моего YouTube-канала это не будет открытием. И в Telegram-канале уже были предположения, что это за аромат, и ничего, к сожалению, от вас не строишь. Все предположения, да, они были верные. Мы сегодня с вами будем говорить про Сиренозавр Рекс от бренда Зоологист. У него достаточно лаконичное оформление. Вот здесь вот сзади нарисован парфюмер, написаны ноты. И вот эти вот наклейки у Зоологиста, их на самом деле, которые, то есть, держат коробку, их не так-то просто отклеить вообще с первого раза, поэтому я вооружилась ножницами. И сейчас мы с вами все это распакуем. Я держала уже в руках флаконы бренда Зоологист. И для меня это не будет каким-то удивлением. Но, боже мой, наконец-то первый Зоологист будет у меня в парфюмерном шкафу. Я еще на себя сегодня не наносила аромат. Вот здесь вот, кстати, бархатная подложка. Ну, обычное, простое, лаконичное очень оформление у флаконов. Но сами флаконы – это просто произведение искусства. Это очень красиво, я считаю. Вот здесь вот кожаная крышка, крышка увесистая. Сам флакон просто, ну, я не знаю, это просто супер. Была бы моя воля, я бы, наверное, из зоологистов тоже большинство собрала в свою коллекцию. Ну, да ладно, в общем, мы будем сейчас распылять этот аромат. Я не знаю, как бы не переборщить. Ну, чистойкий, очень шлейфовый. И у меня сейчас еще во время болезни, конечно же, обострен нюх. Но я попытаюсь, вот уже был микропшик, я попытаюсь не переборщить. Ой, ну это просто супер. Это просто, у меня этот аромат до мурашек. У него яркий очень старт на самом деле, и он может отпугнуть. И вы знаете, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что вот так вот советовать пойти с полпинка купить, каждому, я не могу, нет. Это очень своеобразный аромат. И он на любителя, он далеко не для каждого. Он на очень большого любителя или ценизеля, вообще вот так бы я сказала. Он для тех, кто уже перепробовал, ну, наверное, все, и кого мало что удивляет. Потому что, например, человек, который долгое время сидел на люксе, если он подойдет к тирексу, к тернозавру рексу от зоологиста, ну, я думаю, что ниша его раз и навсегда от себя отвернет. Нет, это уже для таких прочных, испытанных вообще разной ниши носов. Бренд зоологист, кстати, появился на сайте Рендеву. Я не знаю, есть ли тирнозавр рекс, потому что он одно время был, потом он пропадал. Если он есть, то я оставлю на него ссылку в описании под видео. И вообще, в принципе, да, если вы будете совершать заказ на сайте Рендеву, то не забывайте, что у меня есть промокод 10Ангелина. Пользуйтесь им, и он дает скидку 10% от суммы покупки 2500 рублей. По поводу бренда зоологист. Их ароматы, они сложные, они действительно шедевральны. Это нишевая ниша, которая не для каждого носа. Я считаю, что их ароматы – это произведение искусства, к которому нужно подступаться и не раз. Поэтому вслепую флаконы бренда зоологист ни в коем случае не нужно заказывать. Ни один, даже который по описанию может нам показаться чем-то простым, легким, универсальным. Нет. Вообще нет. Все тестируем на своей коже в разный сезон и не раз. И только после этого мы принимаем решение о покупке полноразверного флакона. Тернозавр Рекс – это агрессия во флаконе, это провокация во флаконе, это очень характерный аромат. Он самобытный. Он, знаете, дикий. Оторви да брось. Вот это про него. Если зайти на фрагрантику и почитать, что про него пишут, но это отдельный вид искусства, просто можно ради интереса угарнуть, зайти и почитать, какие там просто оды поют этому аромату, что там люди в нем ощущают и слышат. Я с большинством отзывов согласна. Для кого это что-то нечто просто потрясающее, что это катастрофа масштабного уровня, да. Для меня этот аромат – это просто хаос и катастрофа во флаконе. Он так скромненько заявлен на фрагрантике, как древесный, свежий, пряный, фужерный, но на самом деле это вот все только описание. То, что заявлено у него по нотам, но это не соответствует тому, что в этом флаконе, даже цвет жидкости у флакона такой коньячный, термоядерный микропшик, который заполняет собой просто все пространство. Вот этого флакона, у них, кстати, флакон 60 миллилитров. Вот этого флакона хватит, ну, я не знаю, ну, наверное, навсегда. При его просто прекрасной стойкости и шлейфе. Итак, через что я ощущаю циранозавр Рекса? Для меня это в первую очередь, во-первых, у него отпугивающий резкий старт, как я уже сказала, прям бензиновый, как будто бензин разлили, и вот прям вот эти вот пары, ну, прям очень забористо, прям в нос впиваются, ну, дай боже. И потом, когда аромат усаживается, он начинает полыхать. То есть это запах костра с дымом, вы знаете, вот этот вот едкий дым, гарь даже, как будто бы, который идет от костра во всех прям красках, тоже забивается в нос, вместе с красивейшей, дорогущей, диктиарной такой кожей, грубой выделки, она здесь очень хорошо ощутима. Вот это вот основное, что я о нем слышу, это костер, гарь, дым, кожа. И потом уже фоном, это травность, это свежесть, это очень много специй, и это пряности. Но вот еще раз скажу, что кожа здесь просто неповторимая. И вроде бы казалось, да, кожа, анималика, но я бы не сказала, что здесь прям очень много какой-то развратной анималики, то есть вот прям пота, еще чего-то нет. Нет, это больше какой-то, знаете, артхаусовый аромат, я не знаю, как его описать, но это реально просто великолепие. И когда он поживет на коже, ближе к базе, он становится очень теплым, мягким, уютным, смолистым, и нежные цветы проступают на фоне. Я не знаю, как это, какая это игра нот, что вот такое буйное, яркое, забористое начало, и потом нежные-нежные цветы вообще в конце. И ощущение, плюс в нем, знаете, очень хорошо ощущается землистость ближе к базе и немножко такой металлический подтон, холодный как будто бы. И ощущение, я начала, да, свою мысль, ощущение, что вот все сгорело, выгорело, и вот на месте этого всего сгоревшего высадили какие-то такие новые цветы, новую рассаду со свежей землей, вот примерно как-то так. То есть это все сгорело, была какая-то раньше старая жизнь, и вот ближе к базе проявляется, проступает какая-то новая жизнь. Вот так я его ощущаю, вот так я вам могу рассказать, это какое мое восприятие. По поводу того, куда бы я носила этот аромат, многие говорят о том, что это неносибельно, и что это просто скорее, знаете, как картина, которая висит, ты к ней подходишь, ты на нее смотришь, любуешься ей, и как бы на этом все. Ну, здесь я немного не согласна. Для меня носибельный аромат, опять-таки я сказала, в маленькой дозировке, мне кажется, что это больше вечерний какой-то вариант, что-то более, знаете, такое тусовочное, если ты идешь на улицу, где есть свежий воздух, пространство. Конечно, если ты работаешь в офисе, в каком-нибудь open space или, в принципе, с людьми, то такие ароматы, они не к месту. Даже намазом нет, это не то. Но когда у тебя нет каких-то отягощающих обстоятельств, да, то есть ты знаешь, что у тебя будет помещение, пространство, ну, спокойно можно воспользоваться этим ароматом. Но сказать, что он вот на повседневку, на каждый день нет. На повседневку я тоже его не представляю, от него можно устать. И большой флакон – это, конечно, смелое решение, если честно, 60 мл. Но я не удовлетворилась своим отливантом. У меня был отливант, который очень долго продержался, вообще там 3 мл их хватило, там, почти на год с лишним, да, учитывая то, что я часто к нему прикладывалась. Но мне хотелось именно флаконцы, ветернозавр, рексы, и вот и на меня. Поэтому можете меня с этим поздравить. Самая моя главная хотелка, моя мечта, она сбылась. Мужу, кстати, у меня тоже нравится этот аромат. Он, говорит, даже для меня забористый, хотя он, ну, любитель тоже сложных ароматов, а мне вот прям прекрасно. Тоже в какой-то степени этот аромат меня отражает. Хотя, да, так с виду, наверное, не скажешь, глядя на меня, но я любитель таких сложных, замысловатых, порой не всем понятных парфюмов, но ничего не могу с собой поделать. Вот такой вот у меня вкусный парфюмерию. Не все со мной, с моим вкусом схожи, согласны, солидарны. Но, если честно, меня как-то это не особо парит. Самое главное, как я обычно говорю, да, чтобы нравилось нам, как я сказала вначале. Самое главное, жить эту жизнь так, чтобы мы от нее кайфовали. То же самое и с ароматами. Самое главное, носить все ароматы, от которых кайфуем мы, которые нравятся нам. Вот так вот. Вот такой вот сегодня обзор, достаточно быстрый, но я уже не раз, на самом деле, говорила про тернозавр Рекса. Он у меня фигурировал в нескольких видео, и в моих хотелках он был, и в ароматах, шедеврах я тоже про него рассказывала. Поэтому, ну, чего-то нового я вам не открыла. Только лишь поделилась с вами своими эмоциями, и все, теперь, наконец-то, я буду его носить. Да, я ждала неделю, но я считаю, что оно того стоило. Потому что, когда ты открываешь подарки раньше, даже это был мой подарок самой себе, но уже запал не тот. Хотелось именно день в день. Поэтому мое настроение сегодня, оно еще больше улучшилось. Я вам записала этот ролик, открыла, распаковала при вас аромат, и мое настроение стало чуточку лучше. Пишите мне, какие ароматы в ближайшее время распаковывали вы. Может быть, вам еще что-то едет, что-то вы ждете. Ваши ароматные хотелки, самые желанные ароматы, которые появились у вас в этом году. Пишите в комментариях, делитесь со мной с удовольствием. Почитаю. Также пишите, чтобы вы хотели видеть дальнейших видео, в дальнейших роликах. Пишите мне также, знакомы ли вы с Тираннозавр Рексом от Зоологиста. Как он вам? Какие он у вас вызывает впечатления? Кто его пробовал, кто тестировал? Ну и также пишите мне, с какими еще ароматами бренда Зоологист вы знакомы. Мне тоже будет очень интересно почитать, потому что я этот бренд прям очень хвалю. Не забывайте про мой Телеграм-канал, не забывайте про мой Инстаграм. Нажимайте кнопку в колокольчик. Те, кто хочет получать уведомления о выходе моих новых видео, не забывайте ставить лайк на видео, подписывайтесь на мой канал на Ютубе, пишите комментарии. Комментарии и лайки, они способствуют продвижению контента. На этом у меня сегодня все. Большое вам всем спасибо, как всегда, за внимание. Всем пока и до новых встреч.